Всем привет! Смотрите, моя рыба такая, боится вообще. А у меня работы много было вообще прям. Видите, стреляют гады. Ничего страшного, моя рыба сладкая. Праздник какой-то на улице, праздник улицы. Не бойся, смотрите. Дрожит весь. Не-не-не, моя сладкая рыба. И он такой бросится ко мне на руки, а я не могу, блин. У меня тут эмилирование, и покраска, и укладка. А он такой к людям идет, чтобы они его взяли. А они такие, а что с ним? Я говорю, да вот стреляют, задолбали. А стреляют прямо вот тут у нас на площади. У нас как праздник какой-то, оповещение идет вот такое вот в виде вот этих вот петард. И вот задолбали. Да, моя рыба, ты не бойся, мама с тобой. И вот он сейчас немного освободилась. А вот, и вот он, сижу с ним. Сейчас домой уже пойду. Не знаю, вечером, может, его дома оставить. Может, все-таки стрелять будут. Даже не знаю. Потому что смысла гулять нету, с ним идти на пляж. На пляж, наверное, не получится. У меня опять сегодня народ вечером. Все уже к празднику готовятся. Вот, а я сегодня женщине сделала покраску, милирование. И знаете, я прям свое милирование обожаю. Ей так хорошо получилось. Когда работа получается, и вот когда тебе прям нравится, прям так настроение повышается. Он такой вот на черном его. Смотри сейчас быстренько. У меня машина как раз в той стороне. Ну, вообще. Телеклю рубил, он орет, а мне по барабану. Главное, чтобы он не слышал. Смотрите, как он дрожит. Говорит, женщина одна даже в полицию заявила, что если у моей собаки инфаркт будет, вам мало не покажется. Вообще их надо убрать. Жарко так, не могу. От фенов всяких. Кожарище тут. На улице 20 градусов, а тут, наверное, все 30. Вот так и бегу домой. Блин, застегнулась, а жарко так, фу. Чет ветер, что ли, тихо. Ветер такой был. Блин, я всю ночь не спала. Какой-то кошмар. Еще я, знаете, вчера на ночь, блин, повесила белье сушиться. И всю ночь думала о том, куда она у меня улетит. Нет бы пойти снять, да. Нет, я лучше буду ночью всю ночь ворочаться и думать об этом белье, чем пойти и снять его, твою дивизию. Сегодня утром пошла. А половина, конечно, валялась на террасе там. Половину собрала. В общем, ветра вообще. Тяжелый груз. Но идти он не пойдет. Бегу. В общем, час от часу не легче. Представляете? Сейчас ехала домой уже. И на пути мне встретилась моя подружка, клиентка-тире. Она ко мне во вторник приходила. Самая первая на покраску покрасилась и ушла. То есть до нее и после нее никого не было. Сейчас объясню, к чему я это. Меня здесь не было целую неделю. То есть после недельного перерыва она пришла, покрасилась и ушла. Сегодня, значит, она идет в такая... Ты знаешь, я думала, это моя махинация или что. В общем, что я на тебе надумала. Но нет. А я сижу в машине ее слушаю. Что же случилось-то? Она говорит, у меня вши. И она, знаете, с такой твердой уверенностью, что она их заработала в парикмахерской. Я вот тебе пришла сказать, что у меня вши. Я такая говорю, ну, говорю, своих домашних пересматривай. Нет, ты вот в парикмахерской посмотри. Я говорю, ты понимаешь, что вши, они живут на людях. Они не живут там вот где-то... Ну, я эту тему изучала. Ну, потому что, да, там типа парикмахерская, народу много. Ну, если бы было много народу, да. Но вот, говорю, у меня ты не могла их зацепить, потому что они на людях живут. Ты хочешь сказать, что они целую неделю тебя ждали, что ли, там где-то. Вот, и перед тем, как уехать, я все расчески обработала. И я говорю, ну, от меня, ну, просто не говорю. И если бы от меня, то у меня бы они были, да, у меня нет вши. Вот, и говорю, вши они передаются, они не прыгают, они просто, вот, знаете, от одной головы к другому должен быть, как бы, контакт. Вот, ну, я не стала ей все это объяснять, потому что, говорю, она хотела на укладку. Она говорит, что мне делать, я к тебе приду, и ты мне их, типа, удалишь. Я говорю, не-не-не-не-не-не-не, говорю, ты их дома удали. Она говорит, я скупила специальное средство, а я такая сразу, знаете, в машине сижу, чуть ли окошко не повыше задрать, чтобы она ко мне не подходила. То есть, я твердо уверена, что когда оно у меня было, их у нее не было, потому что я ее красила, потом укладывала. Ну, в общем-то, видно, да. Представляете, она хотела вину эту свалить на меня. Нет, так я пришла домой, я изучила, потому что мало ли могу ошибиться, правильно? Нет, я изучила этот вопрос, вот, и более убедилась, что у меня просто их она не могла подцепить, потому что вши передаются от головы к голове. Во время того, когда она была у меня во вторник, она была одна, больше никого не было, пришли все люди после нее. То есть, она могла заразиться ими от меня, у меня вши нет. Вот, и она такая, я говорю, нет, ты их дома сейчас у себя там удали, средства нанеси, а потом говорю, приходи. И то, блин, знаете, июю какой-то, ну, она придет, я все продезинфицирую после нее. Вот, и благо, что выходные, то есть, никто у меня не заразится. Вот, то есть, не будут ждать целую неделю. Представляете, я хотела, ну, я там нашла информацию в интернете, все, как говорится, этот, зафиксировала, хотела даже ей по WhatsApp отправить, потом говорю, не буду по WhatsApp, вот, лучше я ей, как говорится, это, ну, когда она придет сегодня вечером, она говорит, ты скажи, когда уже никого не будет перед закрытием. Я говорю, да, 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 а то еще, блин, а то еще, блин, меня заразит или что. Я тогда ей сегодня сделаю это, укладку этим утюгом, потому что я тоже знаю 100%, что вот эти вот гниды, которые на волосах яйца, да, они убираются утюгом. Вот, так как большая температура, они, в общем, там поджариваются. Представляете, блин, вши, мама дорогая. Вот, а вообще, ну, есть здесь много детей с овшами и все. У нее, у нее ребенок, ну, ребенок сын и муж работают, знаете, где в этих, ну, в общем, с людьми, тоже могли заразиться от них. Ой, да где угодно. Кстати, многие думают, что вши это, типа, потому что гигиена не такая, голова грязная, нифига. Вши на грязную голову не садятся, они любят чистую голову, чтобы к кровушке подобраться поудобнее. Вот так, представляете? Хотела на меня свалить. Нет, 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 не получится. Знаете, что я хочу сейчас сделать? Спрятать конфеты в кровать или еще куда, чтобы, блин, не лазить туда. Иначе я, блин, так и лазю, у меня так и глаза вот туда вот смотрят и смотрят и смотрят. А еще у меня, смотрите, какое безобразие произошло. Упал горшок, потому что я вам говорила, что ветер сильный. И сейчас надо, вот видите, вся земля, надо это все пропылесосить, и тогда уже пойду есть. Но сначала спрячу конфеты. А то я себя знаю после обеда, говорю, пойду чаю с конфетами попью. Да-да-да, я такая. Все, убираюсь. Глаз долой и сердце вон. У кого-то вчера, походу, кроссовки улетели. Кто-то поставил аккуратненько, чтобы нашлись. Да, тут все, может быть, летают. Вот что у меня по это. Я сегодня собирала по всей крыше одежду. Все, улетело такое ураганище. Сейчас вроде успокоился. В общем, я иду на работу на час раньше, потому что позвонила клиентка. Она целый год ко мне не ходила, представляете. Я думала, что я ее уже потеряла. Ну, как потеряла, что она это, никому ко мне не ходит. А тут позвонила, говорит, во сколько мне прийти? А у меня на пять уже назначено, на шесть тоже назначено. Я говорю, давай в четыре. Она там стричься будет, все дела делать. В общем, вот так вот. А потом хочу постирать все, все полотенца у меня белые с хлоркой. Ой, не могу. От шеи будем спасаться, представляете, вообще. Я еще более уточнила там. В общем, в интернете рылась и рылась. Ну, то есть это не от меня. У меня, что она там заразилась ими, это просто невозможно. Это просто, ну, невозможно. Так что, пускай она даже не думает об этом, я ее разобежу в этом. Представляете? Ну, там вот клиентки вшивы у меня. Все бывает. Я уже дома. Ой. Сейчас расскажу вам историю-то. С овшами там закончилось как. Вы даже не ожидаете, как она закончилась. Это просто пипец какой-то вообще. Мы так и ржали. Часть себе навожу. Вот. Сейчас чайку попью с медом. Наверное, сделаю. Мне сегодня в комментариях написали рецепт от кашля. Что там? Сейчас по залезу посмотрю. Там что-то ложка меда, ложка водки. Где-то у меня водка была. Знаете, какая? Путинка выдержанная. Почему выдержанная? Ей уже лет 10. Где-то там лежит. Подарок кто-то привозил мужу. Вот. И что-то еще. Надо в комментарии посмотреть. Вот. Ой, ну про шеи это вообще умора. Сейчас, сейчас расскажу. Не уходите. Не уходите. Остановитесь. Сейчас чай сделаю себе. Чтобы хорошо так это уютно сиделось и рассказывалось. Вот. Сегодня не пошла на пляж. Что-то знаете, быстро темнеет так. И что уже завтра пойду. Ой, завтра у меня такие планы. Мама не горюет. Так что не забывай подписываться. Вот. И будет интересно. Какие планы. Я на... Ой, а на понедельник. Какие планы. Офигеть. В общем, планов море. Море, море, океан. Тут одна витаминка, кстати, есть. Надо их допить. Чтобы они не мешались мне. Так и допью. Опять ветер поднялся дурацкий. Все летает. В общем, сейчас расскажу. Готовлю вот такой омлет. В общем, сейчас буду сделать бутерброд. Такой с омлетом. Почему? Потому что муж у меня сегодня уезжает на ночь. Оставляет меня одну. Блин, я фольгу забыла. Ну ладно. Куда он уезжает? В общем, он каждый год. Кто меня давно смотрит, об этом знает. Уезжает в Мадрид. За лотереей, вы не поверите. У нас в Мадриде есть такой знаменитый киоск. Где продаются лотереи. Туда очередь огромная. Находится она прямо на самой Плассе Дель Соль. Ну то есть, прямо в самом центре Мадрида. Я раньше ездила с ним. Но потом мне как-то уже поднадоело. И Чарли у нас появился. Там очень много народа. И очереди надо стоять за этой лотереей часа три. Один раз как-то давным-давно в этом киоске вы выиграли лотерею. Начнем сначала. 22-го числа, декабря, проходит государственная лотерея. Самая главная, как говорится, за весь год. Вот. И все, как говорится, официально. По телевизору. Главный приз, по-моему, 400 тысяч евро. Вот. И... Ну это 100% его кто-то выиграет. И... Вот лотерея стоит 20 евро. И вот муж. У него то ли видение, то ли что было. Сейчас, подождите, переверну. Вот так получается. В общем, ни видение, ничего. Просто прихоть такая. Ну, ему хочется. И он вот каждый год ездит туда, в Мадрид. На зал лотереи покупает. Покупает всем подряд. Я не знаю. Испанцы очень верят в лотереи. Они очень играют в них, как бы, да. Вот. И... Ну, чем бы дитя не тешил, Слезь бы не плакала. И вот он в ночь поедет сегодня за этой лотереей. Чтобы завтра с утра встать в очередь и купить ее. Вот я ему в дорогу делаю. Он говорит, не хочу нигде останавливаться. Ничего там не есть. Сделай мне бутерброд вот такой вот с яичницей и хамоном. С яйцами и хамоном. И я, типа, где остановлюсь, там кофе попью. С чаем. А перекусить. Вот съем этот бутерброд, скажем так. Мы в прошлом году, кстати, выиграли в этой лотереи 100 евро нас. Мы выиграли. Стоит 20, выиграли 100. Ну, поездка, как говорится, окупилась, скажем так. Вот. В Мадрид тут ехать 5 часов. Ну, я говорю, я не любитель поездок. Да и Чарли, чего, куда мы его. Он говорит, снимет. Но там столько народу. Там сейчас как раз подходит к новогодним праздникам. Там такой дурдом. Мама не горю. Там идти вот так вот надо. Не-не-не. Мы как-то ездили раньше. Там к родственникам его заезжали. Двою родному брату. Вот. Но все это надоело. Пускай сам едет. А я займусь другими делами. Так что эту ночь я буду ночевать одна. В городом одиночестве. Да. И день завтра тоже проведу одна. Но у меня запланировано много планов. Поэтому скучать не придется. Вот. А еще сейчас про в шее вам расскажу. Все. Мы с Чарли остались одни. Да, Чарли? Вот. Так. Что же случилось с Шармом? В общем, это вообще прикол. Это... Я убью ее, говорю. Мы смеялись, как я не знаю кто. Приходит она, значит, и говорит. Я говорю, ну что? Сделала типа это лечение? Сделала. Я говорю, и что? Есть в шее? Она говорит, нету. И не было. Я говорю, в смысле? Она говорит, муж пришел с работы. Говорит, давай меня чесать, чесать. Оказалось, это, вы знаете, что? Перхоть. Ну, даже не перхоть, а раздражение таки на коже. Я же ее покрасила во вторник. И остались частички краски на коже. Она увидела черный. Ну, она красится не в черный, а темно-каштановый. И подумала, что это в шее. Она говорит, ну у меня же все чесалось. А у нее, видимо, раздражение пошло. Вот. Ну, никогда не было. Ну, каждый раз, как бы, кожа разная. Там понервничаешь и все. И, короче, она, говорит, подумала, что, видит, что черное что-то чешется. Значит, говорит, в шее. Ой, я не могу. Я говорю, ты че? Она, говорит, меня муж вычесывал, как собаку. Он ей там навычесывал. Я гляжу, говорю, он тебе, говорит, шкуру снял. Он с тебя снял шкуру. Говорю, на тебе живого места нету. Говорю, теперь у тебя все это будет заживать. И, говорю, опять тебе будет казаться, что у тебя в шее на голове. Ой, блин. А я, я говорю, ну, ты молодец, говорю. Во-первых, я целый весь, ну, весь обед изучала проблему, как мне дезинфицировать всю мою парикмахерскую. Все полотенца в хлорке вымала. Говорю, все расчески, дезинфекцию себя на работе проняла полную. Ой, не могу. Ржали с ней, как эти. Я говорю, ну, ты учудила. Она такая, извини, говорит. Говорит, ну, вот, видишь, у тебя тема для видео. Я говорю, да, уж с тобой, говорю, не пропадешь. Она, знаете, она себе накрутит, она такой человек, она вот, как накрутит себе, накрутит что-нибудь. Она в театре вообще выступает. В театре. Вот. И она однажды, представляете, так себя накрутила, так перенервничала, что сорвала нафиг выступление. А ее повезли в скорую, у нее давление поднялось. Представляете, как? Я говорю, ну, ты артистка, блин. Так кто же, говорю, это? Так она еще и кофе вдолбанула, а ей кофе вообще нельзя пить, она нервная становится. Господи, что там такое показывает? И вот она выпила кофе, нанервничалась и не смогла выступать. Уехала на скорой. Ой, не могу. И смех, и грех над ней. И вот каждый раз, как ей выступать, я над ней смеюсь, говорю, кофе не пей. Она, не-не-не-не-не-не. Представляете, вот такая вот приколистка. Я говорю, ну, хорошо, хоть это. Я говорю, она такая, а я ей приготовила, ну, разные из Ютуба, говорю, из интернета разные ссылки там и что. Я говорю, сейчас начнет на мою собаку погнать, что типа от него. Я ей уже нашла, что на собаках не живут. Вот она говорит, ну, ты приготовилась. Я говорю, ну, естественно, говорю, ты сейчас начнешь тут, говорю, спереть на мою парикмахерскую. Говорю, у меня тут неделю не было, не было у нас тут и вообще. А приходит, говорит, вши от меня, какие, ты чего, говорю, они не живут. Вот так вот, представляете, день прошел. Ой, блин, не могу. Ну, в общем, сейчас буду, сейчас буду смотреть телевизор, что хочу. Там какая-то передача будет интересная, я, правда, не помню, но я знаю, что она интересная. Вот, а завтра, да, говорю, у меня будут такие планы грандиозные. Ну, как грандиозные, интересно должно быть. А пока пойду посуду помою, потому что времени еще рано, и тут у меня немножко посуды осталось. Вот, яичница вся моя не влезла. Я завтра себе на завтрак ее поем. Вот, а с вами буду прощаться до завтра. Пишите в комментариях насчет вши. Ой, не могу, у вас были такие ситуации, когда вы думали, что у вас вши, а там их не было. Ой, блин, ну с ней уже, она такая мне говорит, это у меня уже второй раз так в жизни. Я тебе просто ничего не сказала, но вот у меня был второй раз. Она такая говорит, ну, лучше, типа, перебдеть, чем недобдеть. Ну, типа того. Я говорю, ну, да, да. Она говорит, я же тебе сказала, а вот некоторые могли бы промолчать. Я говорю, молодец, молодец, правильно, что сказала. Вот, и зато у меня теперь полная дезинфекция на работе. Я даже специально пораньше, ну, не то, что пораньше, я клиентку, сейчас же с ней не работаю. В общем, полчаса поработала с клиенткой, а полчаса я там, как говорится, все дезинфицировала. Ой, блин. Ну, зато есть что вспомнить. И тема для видео. Ой, блин. Ну, вообще, всего вам самого на лучшего. Спасибо вам за ваши комментарии, за лайки. Не забывайте подписываться и встретимся с вами завтра. Завтра должно быть очень интересно. Всем пока-пока.